мир вам дорогие друзья сегодня в рубрике инструмента для работы с кожей хотел бы вас познакомить с замечательным инструментом для кожи это револьверный пробойник револьверный пробойник это инструмент назначение которого пробитие отверстий в коже для этого в револьверного пробойника имеются режущие кромки эти вот они у нас расположены на таком вот вращающейся револьверной основе значит диаметр данных пробойников у нас с вами составляет от 1 до где-то приблизительно трех с половиной четырех миллиметров в зависимости от типа пробойника соответствующим образом у нас вами также имеется основание вот такой вот имеется у нас с вами такие вот щипцы с помощью которых мы с вами будем пробивать отверстие в коже как работает пробойником все предельно просто мы с вами должны выбрать нужный диаметр режущей кромки далее взять кусочек кожи положить на основание сюда и силой жать щипцы можно вот так вот чуть-чуть еще повращать чтобы у нас если щипцы слегка затупились у меня вот они слегка затупились чтобы у нас с вами легче осуществлялся пробой значит если у нас с вами щипцы немножечко затупились то видите пробойник будет пробивать не очень хорошо и поэтому нужно будет слегка поворачивать заточку режущих кромок можно будет производить с помощью например алмазного бруска за для заточки ножей вот и слегка его можно будет подвести на диалюкс или пасты гоя какие есть недостатки какие есть преимущества револьверных пробойников ну главное самое преимущество это не это бесшумность то есть мы с вами работаем тихо спокойно никого не тревожим в отличие от простых ручных пробойников которые делают но достаточно такой сильный шумовой эффект недостатки но недостатков тоже достаточно много самый главный на мой взгляд недостаток это то что у нас с вами пробивать отверстие можно только на определенном расстоянии от края кожи то есть это приблизительно около 4 сантиметров если у нас с вами достаточно большая заготовка нужно будет пробить отверстие револьверный пробойник сожалению не подходит и второй недостаток это конечно скорость работы нам с вами нужно будет для работы пробойником начала положить кожу сжать вытащить на мой взгляд ручными пробойниками работается гораздо быстрее но хотя это очень очень субъективно это очень очень на любителя любом случае данный инструмент имеет место быть при желании его можно будет использовать если хотите больше узнать об инструментах и вообще работе с кожей вообще работе с добро пожаловать на мои курсы так кстати смотрите канал тут огромное количество информации более 500 роликов если вам было интересно и полезно ставьте лайки пишите комментарии с уважением ко всем алексей мазалев